Как выжить на пляже? А что так дорого? Я лучше пешком пойду. Мир глазами легендарного поэта. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Максим Мартынов. В Казанском федеральном университете состоялось заседание ученого совета. На повестке дня вопросы формирования профессорско-преподавательского состава, представление к присвоению ученых званий, а также выдаче дипломов докторам и кандидатам наук. Впереди долгожданный купальный сезон. Многие стремятся провести выходные на природе, поближе к воде. Чтобы от такого отдыха остались только приятные впечатления, важно не забывать о безопасности. О правилах первой медицинской помощи далее в сюжете. Вот-вот казанцам будут доступны новые места для проведения досуга. Пляжи. Как известно, три заветных слова. Солнце, вода, отдых не всегда несут в себе что-то приятное и безопасное. Несмотря на скорую укомплектованность казанских пляжей оборудованием, спасателями и медицинскими работниками, надеяться только на помощь извания не стоит. Специалисты рекомендуют соблюдать элементарные правила безопасности, чтобы отдых не обернулся неприятными последствиями. Юлия Валеева, доцент Института фундаментальной медицины и биологии, выделила несколько самых частых травм в местах массового летнего отдыха. В основном, конечно, мы говорим про утопление, и случаи уже есть первые, да, то есть утопление. Ну и нет, я думаю, конечно, это тепловой удар, это солнечный удар, с которыми чаще всего сталкиваются люди. Если мы говорим про более активный отдых, не исключением это может быть и вывих. Что касается жаркого, палящего солнца и избыточного тепла, то эксперты выделяют два состояния, которые могут развиться у человека. Это тепловой и солнечный удар. Тепловой – это не всегда про воздействие солнечных лучей. Порой человеку может стать плохо от общего перегревания организма. Чаще всего этому способствует жаркая погода, тушное помещение и теплая одежда, которая не пропускает воздух. Солнечный же удар – это прямое воздействие солнечных лучей на организм человека. Здесь страдает непокрытая голова и неподготовленная кожа. Если мы говорим про развитие ожога при воздействии солнечных лучей, в основном, конечно, это две степени. То есть это первая степень и вторая степень. Чаще всего, конечно, мы сталкиваемся с первой степенью ожога. Основными симптомами являются покраснение кожных покров, далее уже болевой синдром присоединяется. И, конечно, за счет того, что это воспалительный процесс, это может повышаться температура. По статистике, если площадь ожога больше, чем 1%, это больше, чем 1 ладошка, все-таки необходимо обратиться в лечебное учреждение. Ну и, конечно, самой большой опасностью на воде является тонущий в ней человек. Купание может закончиться трагедией, которую можно предотвратить, если уметь распознавать тонущего человека и после оказать первую медицинскую помощь. Большинство из нас привыкло считать, что утопающий размахивает руками, громко кричит и вообще всячески привлекает к себе внимание. Но обычно это совсем не так. Утопление происходит очень быстро и тихо, прямо на глазах у ничего не подозревающих людей. Юлия Валеева рассказала и наглядно показала, как помочь человеку. Мы смоделировали ситуацию, когда мы пострадавшего уже извлекли из воды. Первое, что необходимо, конечно, по возможности уложить его на ровную поверхность. И опускаемся к пострадавшему, при наличии, что нам ничего не угрожает, определяем сознание. То есть берем за плечевый корпус и слегка встряхиваем пострадавшего и задаем вопрос. Вам нужна помощь? Ну и, конечно, вероятнее всего, если мы пострадавшего извлекли из воды, все-таки у него уже нет сознания. Дальше необходимо проверить дыхание. Рука на лоб, два пальца. Необходимо открыть дыхательный пути путем пережизгибания шейного отдела позвоночника. Ухом наклоняемся к ротовой полости и определяем дыхание в течение 10 секунд. Работают три принципа. Вижу, слышу, ощущаю. Если за 10 секунд мы не определили ни одного втоха, то есть не увидели экскурсию грудной клетки, мы расценим, что дыхания у нас нет. Если вы видите, что в дыхательных путях есть инородные тела, это могут быть рвотные массы, песок, то нам надо их очистить, восстановить проходимость дыхательных путей. Прямо пальцем залезаем, то есть очищаем в дыхательных путях все, что там есть. Лучше всего, конечно, по возможности на палец намотать какую-то ткань. Соприкасающей поверхности будет больше, мы больше сразу можем удалить все инородные тела. У спасателей есть такие защитные экраны. Работать без защиты и делать искусственное дыхание в рот в рот нельзя. То есть накладываем защитный экран, открываем опять же дыхательные пути, нос зажимаем и производим 5 вдохов. Раз, два. Когда вы производите 5 вдохов, вы должны смотреть на грудную клетку. Нельзя со всей силы перераздувать легкие. То есть все должно быть в рамках разумного. Как только грудная клетка отреагировала, больше не дышим. Дальше мы выполняем сердечно-легочную реанимацию. 30 компрессий, 2 вдоха. То есть считаем десятками. То есть сердце у нас находится посередине, за грудиной, нижняя треть грудины. Ставим руки. Руки только в замок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. 30 компрессий, далее 2 вдоха. Далее опять 30 компрессий, 2 вдоха. И так работаем до приезда скорой помощи. Также отметим, что необходимо обязательно обращать внимание на знаки и информационные щиты, установленные вблизи водоемов. Ведь многие базы отдыха с беседками и игровыми площадками, расположенные у рек и озера, не являются местами отдыха у воды, и купаться там строго запрещено. Карина Саяхова, Фаридзе Хитуглы, Универньюс. В декабре прошлого года после длительных разбирательств был принят закон, который в корне меняет уже устаившиеся правила в области перевозки людей, а именно в такси. Часть нововведений уже были внедрены в работу, однако в полную силу поправки вступят только в сентябре. О том, какие изменения претерпело законодательство и насколько значительно это повлияет на обычных граждан, смотрите в нашем следующем сюжете. Спокойной ночи! Спокойной ночи, Семен Семенович! Да! Наши люди в булочную на такси не ездят. Угу, угу. 29 декабря 2022 года был принят закон, который устанавливает новые правила для водителей такси и агрегаторов. Несмотря на то, что часть нововведений уже вступила в силу, полную правовую нишу он сможет достигнуть лишь в сентябре 2023 года. Закон о такси уже вызвал множество дискуссий среди экспертов. Большая часть считают грядущие нововведения важными для обеспечения безопасности клиентов. Ведь он включает в себя правила, связанные с ограничением времени непрерывной работы. Это значит, что согласно документу водители такси перестанут получать новые заказы от агрегаторов после того, как отработают 12 часов. Такая мера поможет и водителям, и пассажирам быть уверенными в безопасности вождения. Обязательная, ну это вот сейчас можно говорить о тахографах, обязательная лимит на управление такси в пределах 12 часов. Далее человеческий организм просто-напросто утомляется, и вот этот вот переутомленный водитель, он опасен как для себя, так и для пассажиров и окружающих. Помимо этого, стоит отметить и некоторые подводные камни, которые владельцы бизнеса легкового такси отметили как потенциально влияющие на итоговую стоимость поездок. По новым правилам, тем, кто подрабатывает в такси, теперь надо будет регистрироваться как перевозчиком легковых такси и получать полис ОСАГО, который, как известно, стоит порядка 60 тысяч рублей. Для обычного автомобилиста он стоит в 10 раз дешевле. Также любой водитель обязан будет пройти обязательные тестирования в формате экзамена на безукоризненное знание города, в котором работает. Это повлечет за собой трату агрегаторов на обучение потенциальных водителей и их последующее тестирование. За нарушение какого-либо из пунктов нового закона владельцу бизнеса грозит отзыв лицензии и огромные сложности в ее повторном получении. У нас нарушение чаще всего в России выражается в запрете занятием определенной деятельности. То есть это отзыв лицензии на предоставление услуг такси и, скорее всего, после отзыва добиться повторного получения лицензии данному агрегатору, данной службе такси будет достаточно сложно. Несмотря на то, что многие водители и владельцы бизнеса неоднозначно относятся к новому закону, соблюдать его все же придется. Им потребуется внести множество изменений в уже устоявшиеся процессы и сделать так, чтобы цены на такси не поднялись слишком высоко. Елизавета Газизянова, Фарид Захит Аглэй, Универньюз. В Казанском художественном училище имени Николая Ивановича Фешина состоялось открытие выставки и награждений победителей Всероссийского конкурса детского и юношеского художественного творчества, посвященного 130-летию со дня рождения Владимира Маяковского. Выставка состоялась по итогам 4-го Всероссийского конкурса детского и юношеского художественного творчества среди учащихся детских художественных школ, детских школ искусства и художественных училищ. На ней было представлено более 600 работ, которые отражали интерес к творчеству Маяковского. Номинаций также было немало. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, дизайн, скульптура и плакат. Декоративно-прикладное искусство – это были такие небольшие скульптурки, которые там увидели. Ну, или и большие, кстати, скульптурки были на самом деле. Живопись – это была… ну, живопись отличается от графика. Графика – это, в первую очередь, линия, а живопись – это, в первую очередь, пятно цветное. Я ходил просто и выбирал то, что мне нравится, где я увидел, что человек сможет развиваться и станет будущим дизайнером, художником и так далее. На выставке экспонировалось более 100 работ молодых художников от 6 лет до 21 года со всей России. По словам участников, поэзия Владимира Маяковского даже спустя столько лет остается востребованной не только у старшего поколения, но и у молодежи. Я представила на этой картине то, что дети держат лампу и как будто бы помогают маяку светиться, чтобы корабль приплыл к маяку. Я очень хотела получить первое место, и вот я надеялась, верила, немножко волновалась и получилось. На открытие выставки наградили 72 лауреата и 70 дипломантов конкурса. Все получили памятные подарки и сладкие угощения. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюс. 1 июня – Международный день защиты детей. Он проводится для привлечения внимания взрослых к проблемам, с которыми сталкиваются дети всей планеты. В этот день с 1950 года проводятся различные праздничные мероприятия. В стенах Казанского университета эта традиция продолжается из года в год. Так, в музеях высшего учебного заведения состоялся экскурсионный тур для детей сотрудников университета. В рамках программы, к примеру, они смогли посетить ботанический сад главного здания КФУ. Гости узнали об истории его создания. Помимо этого, они стали участниками мастер-класса. Также в одном из музеев прошла экскурсия для юных геологов. Ребятам показали минералы и другие полезные ископаемые, с которыми можно столкнуться в Республике Татарстан. Юные гости смогли попробовать различные металлы на ощупь, а также понаблюдать за химическими реакциями. Как отмечают сами ребята, проведение таких мероприятий в стенах ВУЗа помогает с ранних лет заинтересоваться наукой. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok